ребят всем привет меня зовут юля добро пожаловать на мой канал сегодня у нас с вами новый обзор одежды и здесь будет очень много покупок одежды которые подходят под учебу я думаю что он быстро пробежим то что у нас связано с моими последними летнюю покупками да и уже будем перетекать плавно к осенним покупкам следующий ролик будет тоже примерно ближе уже в такой тематике и ближе уже будут именно одежда теплая одежда какая-то такая которая подходит под осенний сезон перед началом этого ролика я бы конечно хотела пригласить вас сначала свой нельзя грамм затем свой telegram в нельзя грамме появляюсь чуть чаще там я больше выкладываю конечно же истории но все свои ролики все свои обзоры все свои рилсы я конечно же дублирую в телегу иногда выпускаю там некоторые посты и мы там тоже можем коммуницировать и общаться здесь все равно каждые две недели я выпускаю именно такой ролик и в прошлом ролике я вас спрашивала как вам комфортнее и нравится ли вам вообще вот формат горизонтальных роликов потому что я от них немножечко устала все сказали да оставляй конечно же мы привыкли к этому нам это очень нравится и единство что я действительно послушалась к вашим комментариям теперь у меня нету рядом куча вещей у меня опять же есть подсказка на моем планшете виде моих же обложек из рилсов я вам буду рассказывать про вещи вот в таком спокойном формате как будто бы мы с вами сидим за чашечкой чая да дружеские общаемся ну и также я бы хотела пригласить вас к себе на вб там я запустила наконец-то вот эти вот прекрасные топы сегодня специально сижу в одном из них и это песочный оттенок я не рассказывал о том какой второй будет оттенок вот теперь вот когда уже все выпущено готовым рассказать меня есть точно такой же еще розовый топ из сеточки мне очень нравится то что я придумала мне очень нравится то что я выпустила его в более коротком формате в любом случае в общем то все что я продаю на вб а у меня там белье топ и платье вот эти вот новейшие просто топ из сеточки все это кстати собственного производства все что вы хотите увидеть вы можете найти внизу в описании вы можете найти по ссылке все наконец-то мы закончили со всеми предисловиями и я наконец-таки также вернулась домой сегодня у нас не будет кошачьего абьюза если хотите понять о чем речь что вы можете посмотреть предыдущий ролик очень много последнее время перемещалась как раз таки в конце июля в начале августа я улетала москву потом минводы адлер и так далее много времени проводила в пути самолетах в ласточках где только я не было и меня все это время спасала подушечка она собрала кстати довольно много просмотров потому что действительно она классная она такая гнущаяся я надета рядом есть сейчас но я не полезу ее искать у нее железный стержень внутри и ее можно сгибать как угодно то есть это не та подушка которая у вас вот так просто надевается на шею немного некомфортно потому что ты ее никак не можешь отрегулировать а здесь ты делаешь все что хочешь хочешь вот так и надел хочешь вот так и положил хочешь загнул себя под бог хочешь положил просто на ручки я всегда с ней летала и ездила и она меня спасла как сильно я ненавижу просто перемещаться в ласточки для меня это просто убийственно тем более допустим из краснодара это занимает 5 часов до сочи для меня это ту матч в общем я спокойно из адлера приехала в краснодар с этой подушкой я спать могла еще и на ней поэтому действительно это спасение если вы много путешествуете приобретите себе такую подушку далее что-то среднее до подходящий уже под учебы но наверное все таки с большими корректировками потому что это такая открытая кружавчатая блуза с широкими рукавами и разрезом еще снизу с глубоким декольте в любом случае конечно же под нее нужно надевать какой-либо топ скорее всего с треугольными чашками либо полностью закрытый либо какую-то еще дополнительно не знаю топовую полоску что-то подобное потому что она очень открытая эта вещь при этом если сочетать ее закрытым низом как это сделала я в примерке вы это увидите то это будет смотреться очень интересно немаловажный факт она мало мерит на размер я брала м-ку хотя всегда беру эску у меня 42 российский размер хотите сравнить мои параметры со своими придите также в описании там где-то вот в самом-самом конце есть мои параметры чтобы вы примерно понимали я брала м-ку и она села прям впритык на меня поэтому не берите размер размер берите себе на размер больше если захотите себе такую блузу далее у нас тут два топа которые точно подойдут под учебу если вам можно допустим оголенные плечи либо если вы будете сочетать с каким-то верхом с жакетом с пиджаком с чем угодно и этот топ у которых сеточка внизу на животе и закрыта вот так вот грудь у меня было два топа в белом и в черном оттенке я собрала целых четыре образа по мотивам сериала секс большом городе сейчас вы увидите это все в примерке мне показалось что это смотрится очень даже интересно я собрала как какие-то более такие сдержанные образы до официальные так и более открытые легкие еще и летящие потому что все равно тепло какое-то время еще будет держаться и можно их совмещать каких-то таких не особо официальных образах интересный формат единственное что в этом случае они мне немного велики я брала самый маленький размер то есть у меня варианта не было выбрать меньше поэтому скорее всего эти топы лучше подойдут на девчонок 44 размера далее у меня появились кроссовки это аналог самбо меня радует то что они выполнены из кожи и натуральной замши и они принципе качественные симпатичные единственное что я бы конечно же не делала допустим те же самые три полоски да на обуви не копировала точь-в-точь или слишком похоже я бы сохранила наверное удобство и формы и принесла бы свой дизайн но это уже вопрос к производителю в целом если говорить про само качество если говорить про внешний вид этих кроссовок то конечно же они хорошие они идут размер в размер кажется изначально когда ты их обуваешь немного какими-то маловатыми но при этом по факту они оказываются очень удобными очень комфортными и не натирают это немаловажно они очень мягкие потому что мне недавно тоже были одни кеды которые я была всего один раз честно второй раз мне уже не захотелось потому что мои пятки буквально за пять минут превратились мясо здесь такого нет то о чем я говорила вам как раз таки про завершение вот этого вот летнего сезона это купальники в принципе отпуски не заканчиваются на похолодании возможно что вы поедете как раз таки отпуск попозже и это два довольно стандартных купальника при этом у них есть еще третья часть они три в одном интересные брюки все у меня про них спрашивали они такие с воланчиками по краям по бокам и я как раз таки когда отдыхала в адлере их надевала мне очень сильно понравились эти купальники один такой ярко-ярко розовый один черный по моему в карточке еще были какие-то оттенки там уже вы сможете посмотреть сами но они немного коротковаты кстати вот сами эти брюки ну потому что у меня рост 170 мне кажется даже 172 я не смирялась давным-давно и мне кажется что я все-таки выше чем 170 вот поэтому немножечко мне все-таки это коротковато в целом смотрится все равно круто классно и все обращали на меня внимание когда я была вот в эти как раз таки брючках далее у нас идет с вами костюм он в чуть более расслабленном да не таком официальном стиле да как бывает под офисный или подшкольную форму при этом все равно интересный он необычный просто за счет того что у него есть дополнительные такие элементы в виде как будто бы ремешков с клепками очень интересно это смотрится они свисают это укороченный пиджак и юбка смотрится они вместе очень симпатично и я их сочетала с такой полупрозрачной сеткой блестящей под низ мне показалось что это смотрится довольно интересно и у этого костюма был не только один оттенок я выбрала самый такой классический да там еще были такие кофейные по моему бежевые какие-то оттенки сейчас точно не скажу по памяти не смогу восстановить но смотрится он хорошо сидит по фигуре хорошо свободноват немножечко по моему меня стали но при этом мне кажется что и нет необходимости утягивать очень сильно по длине тоже в принципе с моим ростом вполне себе комфортно далее у нас с вами будут две покупки связанные со спортом и первое то у меня такой был голубой комплект я в нем рассказывала кстати в рилсе еще дополнительно про пастисы это такие силиконовые накладки на грудь которые позволяют сделать так чтобы не было видно сосков и про бесшовное белье если вам интересно переходите в ленту моих шорцев там все это есть так раз таки все это с озвучкой но я бы хотела рассказать про сам комплект голубой отдельно покупались топ и отдельно покупались шорты смотрятся они очень ярко очень красиво и прям заметно если вы любите выделяться зале то действительно это ваш вариант и там еще на шортах есть такая силиконовая небольшая вставка под папы которая визуально приподнимает ягодицы не знаю может быть для вас это будет действительно актуально я бы не сказала что мне это прям сильно актуально но при этом сам костюм смотрится ярко не менее ярко смотрится и комбинезон который я недавно приобрела он ярко-ярко розовый мне безумно нравится что у него оголенная спина я вот после съемки этого ролика сейчас иду в зал и я беру его с собой как раз таки буду качать вверх спинку на роликах во время занятий будет вам очень удобно смотреться это будет очень красиво в любом случае я сегодня сниму историю без вариантов потому что там полностью открытая спина он застегивается спереди очень легко и надевать и там очень очень много цветов карточки мне захотелось ярко розовым вот я люблю привлекать к себе внимание но мне кажется что чуть позже приобрету себе еще какой-нибудь черный или коричневый возможно даже серый у меня появилась хлопковое платье вот такой вот полосой сверху да это платье немного сковывающее движение в плане движения рук потому что когда у тебя находится вот эта полосочка ты банально просто уже вот так даже руку задрать не можешь почему потому что вот эта полоса она всегда вот у меня так и стопами был она просто задирается и и то есть нужно обратно надевать я думаю вы знаете эту проблему но тем не менее платье красиво она вот такое голубовато-серое внешне выглядит как серый но вот у меня будет больше ассоциации с чем-то таким еще голубым я думаю что как раз таки на начало сентября именно в краснодаре для меня это будет очень актуально один раз я его уже надевала она смотрится очень красиво и круто действительно если его сочетаешь например с босоножками самое что не есть актуальная позиция для обзора именно в формате того чтобы собираться к учебе это маленький рюкзачок у меня появился недавно такой маленький рюкзачок он выполнен из кожзама при этом у него очень очень много отделений вот если бы я училась сейчас наверное больше к университету применимо либо к старшим классом школы потому что там уже нет огромных таких учебников и вы в принципе стаскать с собой больше тетрадки единственное что егэшные книжки они не вместятся потому что они такие здоровые и наверное все таки это больше универ там карманчик сзади по бокам внутренний большой карман маленький внутренний карман какой-то карман еще спереди то есть можно распихать все что ты только хочешь в этот небольшой рюкзачок из что самое классное с ним вместе еще идет ручка на карабине то есть можно ее прицепить и носить спокойно как сумку этот рюкзак не обязательно носить его вот таким вот образом и не обязательно носить там допустим за лямку которая именно рюкзачная идет можно взять тканевую лямку и прицепить ее отдельно это мне действительно понравилось. Поэтому да, если вы ищете себе какой-то такой небольшой вариант, чтобы гонять на учебу, то присмотритесь. В этом сезоне каким-то супертрендом стали вот эти вот рюши, поэтому у меня появился еще один топ с рюшами. Меня очень много раз спрашивали про топ черный, который у меня в обзоре на озон был, он просто закончился. Вот пожалуйста, вам такой же топ, только красный. В карточке был еще белый и черный. Не знаю, как там сейчас по наличию. В любом случае, внизу вы все сможете посмотреть, перейти в карточку. На ВБ если что-то заканчивается, все равно это высвечивается и пишется добавить лист ожидания, что не происходит на озоне. Поэтому многие считают, что я указываю людям намеренно неверные артикулы. Я таким не занимаюсь. Я все-таки ваш помощник, а не враг. Поэтому да, давайте не путем об этом. Красивый трикотажный топ. Он мне даже понравился больше, чем тот мой черный, который я заказывала ранее, потому что у него вот эти рюши тоже идут с подобной сетки, как у меня. Сейчас вот на топе. И спереди вот ткань. Она собрана также в сборочку из этой сетки. Все смотрится гораздо более летяще и гораздо более симпатично. Вот мне вот этот вариант топа понравился все-таки больше. Я купила себе юбку-шорты. Она такая чем-то похожа на баллон. Она состоит из двух частей. Воздушная. Ее единственное, что нужно хорошо отпарить, потому что она более такая мятая была, когда мне пришла. А после того, как я ее отпарила, она действительно стала держать форму. Стала такой летящей, воздушной. За счет того, что у нее есть подкладка в виде шортика, в ней очень комфортная, безопасно, спокойно. Двигаешься на все 200%. И у нее довольно плотная резинка. Мне прям по талии сидит в притык. Талия у меня 64-65 см. В зависимости от строгости вашей формы, вы можете применить эту юбку точно так же в офис, на учебу и так далее. Все, что в общем-то связано с возвращением к черно-белому дресс-коду. У меня появились две симпатичные пижамы. Кстати, я в шортах от одной из них сижу сейчас перед вами. И у меня появилась розовая и бежевая пижамы. Очень красивые. Розовая у меня с рюшечками. Рюшечки идут как на шортиках, так и на широкой такой футболке. А бежевая у меня идет с разрезом. Футболка там стандартная. Они выполнены из очень приятного легкого такого материала. И теперь я хожу постоянно в этих пижамах дома. Я их просто попеременно меняю. Раньше я всегда по квартире ходила в футболках. Сейчас у меня отпало желание. Мне хочется ходить только в этих пижамах. Вот без преувеличений я хожу то в розовый, то в бежевый. Дальше две позиции из верхней одежды. И первая это кожный бомбер. Я выбрала в коричневом оттенке. Смотрится он интересно. Попыталась повторить два образа из пинтерест. Мне показалось, что получилось очень круто. Больше всего мне понравился образ именно с джинсами. И как только похолодает, первым делом я надену именно такой образ. Есть минус у этого бомбера. У него есть запах кожзама. Постараюсь я сейчас постирать и выветрить, хорошенечко высушить этот бомбер. И тогда станет понятно, пропадет запах или нет. Но я думаю, что да. Потому что обычно именно эти действия мне помогали. Кстати, из плюсов я его смогла отпарить. Да, действительно кожу там можно отпарить. Я это сделала при помощи ручного отпаривателя. И самое главное, что если вы хотите убрать складочки, то делать это с изнаночной стороны. Не с лицевой, а с изнаночной. Тогда действительно материал разглаживается и пропадают вот эти вот ужасные складки. Это действительно реально. Я это сделала. Ну и две последние покупки. Первое это серый мягкий объемный кардикан. Он висит у меня сейчас вот там вот сзади. Это универсальная верхняя одежда на осень, потому что по цвету подойдет под что угодно. Он довольно свободный. Если не использовать к нему идущий вот такой вот ремешок на завязке, то он будет такой прямой, не сильно оверсайз, но при этом все равно такой объемный. Любая одежда под ним будет помещаться, скажем так, под него. И также можно его приталить абсолютно спокойно, потому что у него есть завязка. Завязка только единственное, что растягивается. Но я думаю, что это не шибко и критично. Смотрится при этом все равно все хорошо. Материал приятный, запаха никакого не было, поэтому его я могу одобрить. Он очень мягкий, так что если ищете себе кардиган актуальный, а не вот те, которые вот уже всех замучили все предыдущие годы, то пожалуйста, самая базовая форма, самый базовый цвет можно сочетать с чем угодно. Мне кажется, что это вот как нулевая отметка в вашем осеннем гардеробе. Ну и последняя покупка у меня не связана с одеждой. Она у меня сейчас находится на кровати, и это на матрасник. Это водонепроницаемый на матрасник. У меня размером 140 на 200, потому что у меня нестандартная такая довольно узкая кровать, и он идеально подошел. Там плотные такие резинки со всех углов натягиваешь этот на матрасник, и у него сверху такой мягкий хлопковый материал, который впитывает влагу. А с обратной стороны там специальная такая прорезиненная мембрана, которая не пропускает влагу, тем самым вы не испортите новый матрас. Можно об этом не беспокоиться и не переживать. Он спокойно стирается, не промокает со всех сторон пяти и даже на швах, то есть ничего никуда не протечет. Если у вас новоселье, если вы хотите защитить свой матрас, там есть все размеры подходящие под стандартные матрасы, то, пожалуйста, это очень-очень хорошее и нужное приобретение, и главное сделать это своевременно. Что ж, ребят, на этом все. Обзор окончен. Спасибо вам большое, что на протяжении этого времени были со мной. Если есть какие-то пожелания, напишите их обязательно. Напишите в комментариях, что понравилось из этого ролика вам больше всего. Ну, а я буду стараться, буду креативить. Немножко какой-то у меня был, знаете, такой застой. Тяжеловато работалось. Все, мы возвращаем. Не переживайте. Пока YouTube жив, я буду сюда снимать. Смотрите с VPN, тогда он сильно не виснет. Я вас не покидаю. В случае чего будем искать с вами альтернативы. Не забывайте о том, что я вас очень сильно люблю. До встречи в одном из следующих роликов. И пока.